МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порой за новыми впечатлениями туристы готовы ехать за тысячи километров, даже не зная, что удивительные по силе и красоте места находятся совсем рядом. И сегодня за эмоциями, впечатлениями и приключениями мы отправляемся в новый Тарьял. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неожиданно наша поездка оказалась столь увлекательной и насыщенной, что впечатления от нее не поместились в один выход рубрики «Колесим по краю». В прошлый раз мы рассказывали о частной коллекции ретро-автомобилей Андрея Куклина. Итак, наше путешествие продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История всего Новоториальского района сосредоточена в Краеведческом музее. Здесь чучело животных и птиц, живущих в местных лесах, личные истории новоториальцев, прошедших войну, старинные морейские костюмы и украшения и макеты парусных кораблей, выполненных с такой точностью, что если долго разглядывать каждый из них, кажется, что начинаешь слышать шум волн и крики чаек. Линейный двухдечный 64-пушечный корабль. На воду он был спущен в 1715 году и долго оставался флагманом Балтийского флота. Чертежи для этого судно разработал лично Петр Первый. Ну а все эти макеты выполнили ребята из клуба «Юный техник». Проработана здесь каждая деталь. Корабельные канаты завязаны морскими узлами. Маленькие весла спасательных шлюпок сложены и ждут своего часа. А пушки вот-вот готовы выстрелить. Кстати, макеты эти вполне жизнеспособны и держатся на воде. И хотя морской соли они не пробовали, волны местной речки оказались этим корабликом вполне по плечу. В этом зале можно проследить, как рубашка вырастала прямо в поле. Коноплю и лен с помощью специальных приспособлений мяли, трепали, пряли, получали нитки, из которых потом уже вот на таком ткацком столке делали специальное полотно. А из полотна уже шили готовую одежду. Создание полотна с нуля – дело непростое. Например, волокна конопли толкли в ступе сразу несколько женщин с утра и до поздней ночи несколько дней подряд. А пряли, то есть превращали бесформенную кудель в нити, девушки долгими зимними вечерами при свете лучины. Кстати, марийские женщины считались большими искусницами в ткацком деле. С помощью одного такого станка могли изготовить до 12 видов полотна. Потом полотно выносили на холод, так оно становилось белее. Изначально национальная одежда марий выглядела вот так лаконично – белое полотно, вышитое красной обереговой нитью. А веселенькие разноцветные узоры появились только в эпоху современных красителей. Для прогулки по новому тарьялу хватит нескольких часов, но интересные места есть и в окрестностях поселка. Сейчас мы попробуем доехать до Москанурского источника. Качество дороги на участке от нового тарьяла до Москанура оставляет желать лучшего. Зато пока объезжаем ямы, есть время полюбоваться видом за окном. Заблудиться практически невозможно. Источник в Москануре место известно. Следуя указателям, легко находим дорогу. Проход к источнику находится прямо между двумя жилыми домами. И сразу становится понятно – приехали мы сюда не зря. Находится ключ на возвышенности, и сверху нам открывается головокружительный вид. Гидрологическая разведка показала, что здесь, под землей, находится целое озеро, которое вырывается наружу вот такими ключами и источниками. Ну, как и полагается, вода в источнике жутко холодная, очень вкусная и прозрачная. Наверху оборудованы две купели – отдельно для мужчин и женщин. Есть небольшая часовинка. Источник освещен и, конечно, имеет свою легенду. Когда-то давно заболел местный священник. Стали подводить ноги. И решил он омыть больные ноги в источнике. И тут же излечился. Молва гласит, что произошло это в день святого великомученика Пантелейбона-целителя. Именно в его честь и назвали источник. Насколько излечилась от всех хворей наша съемочная группа, пока не ясно. Зато настоящую эстетическую прививку от повседневной скуки мы получили. Необыкновенно красивое, умиротворяющее место, с которым не хочется прощаться. Но на этом наше путешествие заканчивается. А ваше может начаться прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова